Вот считали, прослезились, с Саратами подвели итоги по лицензированию управляющих компаний. Проверку прошли более ста жилищных организаций. Около 20 подавать документы не стали или объявили себя банкротами. В итоге почти 900 многоквартирных домов остались бесхозными. Если что касается предоставления коммунальных услуг, здесь несколько более простая ситуация, потому что тогда исполнителем коммунальной услуги будет ресурсоснабжающая организация, коммуникации которой проведены в этот дом, то с содержанием и ремонтом, конечно, возникнут большие сложности. Если собственники жилья не смогут самостоятельно определиться с выбором управляющей компании, то за них это сделают на аукционе. В ближайшее время все бесхозные дома будут выставлены на конкурс, который завершится к середине лета. Однако нет никакой гарантии, что проблемные квадратные метры кто-то возьмет на свой баланс. Так называемые проблемные объекты – это большей частью старый жилой фонд, памятники архитектуры, дома коммунального типа, общежития. Обслуживать их, по словам представителей управляющей компании, невыгодно, а поэтому желающие содержать такие дома вряд ли найдутся. Это все проблемные дома, но мы, скорее всего, не будем участвовать ни в конкурсах, ни в собраниях по данным домам. Потому что лицензионные требования достаточно жесткие, и обслуживание, эксплуатация данных домов подразумевает соответствие лицензионным требованиям. На таких домах крайне сложно соответствовать лицензионным требованиям. О своей управляющей компании «Мастер дом» жильцы этой двухэтажки вспоминают только плохими словами. Несколько лет назад ледяная глыба снесла козырек над одним из подъездов. Обращения в жилищную организацию результатов не дали. Даже у нашей съемочной группы пообщаться с коммунальщиками не получилось. После этого случая пенсионеры отнесли заявление в прокуратуру. Ответ пришел из жилищной инспекции. Управляющую компанию обязали восстановить конструкцию до середины июня. Вот только восстанавливать козырек будет некому. Управляющей компанией «Мастер дом» подавать документы на получение лицензии не стало. Сейчас идет процедура банкротства. Как будут жить дальше пенсионеры не знают. Ведь даже о том, что их дом теперь бесхозный, они не знали. Мы сами не можем, мы все пенсионеры в основном. А дом содержать мы не сможем. В любом случае. На пенсию. Больше всего старики переживают за деньги, которые перечислили за ремонт протекающей крыши. Они исправно платили в течение двух лет. А крыша как текла, так и течет. Вряд ли новая управляющая компания станет делать ремонт бесплатно, если таковая вообще появится. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Новости.